Девушки отдыхают Как Рустам Миниханов стал виртуальным футболистом и чего ждут в нашей реальности, узнал Дмитрий Иринин. Трубительный зоопарк, пейнтбольная площадка и дома, в которых жили еще их родители. Несколько детей живут в старых домиках, а 16 детей, допустим, заселились в новые домики. Как казанские лагеря готовятся встретить школьников, узнал Слават Мухаммадулян. Вандализм или чья-то злая шутка? Такого мы представить здесь, в Татарстане даже не могли. Кому помешал плакат о строительстве мечети в новом Шигалеево? С подробностями Альбина Минибаева. Вальметьевский лебедь проглотил рыболовный крючок. А у него леска торчала, прям длиной где-то сантиметров 20. О чудесном спасении и неравнодушных гражданах Айгуль Батрудзинова. Бег объединил все страны, возрасты и профессии. В выходные столицы завершились крупнейшим стартом спортивного календаря, казанским марафоном. На большую дорожку приехали порядка 10 тысяч участников из 28 стран мира. Трехкилометровую дистанцию пробежал и президент республики Рустам Мениханов. Как это было? Без комментариев. Три, два, один! Надо 30 тысяч на следующий год собрать. Пожалуйста, в следующий год придите с друзьями, с детьми, знакомыми, с гостями. Вам хорошего спорта. Бигзуга Ахнастаская, большое спасибо. Казань стала абсолютно спортивной столицей России. И то наследие, которое после универсиады мы здесь все видим, дало возможность тому, что Казань стал настолько спортивным гордым, что сегодня в 8 утра все собираются в площади. Скоростью сегодня удивили в Иннополисе. Здесь появилась связь нового поколения. Сегодня открыли опытную зону сети 5G. Вместе с подмосковным Сколково и Питерским Эрмитажем наш IT-город стал третьей точкой в стране, где в прямом смысле все летит. Когда сеть придет в каждый дом, поинтересовался Дмитрий Аринин. Маленький шаг человека, огромный шаг человечества. Таким событием сегодня сравнили выход связи на новый уровень 5G. Ее первые шаги в Татарстане – это выход на поле виртуального футбола. В нем с помощью специальных очков и датчиков реальные игроки и мяч оказываются на воображаемом стадионе. Одним из первых виртуальных футболистов стал Рустам Миниханов. Так быстро отражать в виртуальном мире реальные действия позволила возросшая в несколько раз скорость сети. У 5G это 800 мегабит в секунду. Причем данные разом считываются с множества датчиков. Я сам, значит, оказался, как бы испытывал систему. И все, что мы сегодня говорим о цифровой жизни, цифровизации, а без вот такой инфраструктуры – это невозможно. Такие оптические каналы связи 5G вывели видеотрансляции на качество 4К. Это уже ультра-HD. Ощутить все прелести связи 5G пока можно будет в университете и технопарке Иннополиса. Здесь специалисты будут исследовать, что еще можно сделать с помощью таких технологий. Как им придать товарный вид и пустить в массовое потребление. Ожидается, что 5G от исследовательской коммерческой эксплуатации перейдет после 2020 года. Мы совершенно осознанно развернули эту пилотную зону здесь, в Иннополисе, где работает много компаний, которые пытаются создать новые продукты, которые могут быть востребованы и людьми, и бизнесом, и государством. В жизни людей с широким распространением 5G должно появиться множество умных вещей. Это и беспилотный транспорт, автономные производства и целые системы управления городским хозяйством. Дмитрий Айринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Иннополис. На большой скорости к местам службы более трех тысяч татарстанцев отправятся в армию в этот призыв. Об этом сегодня сообщил военный комиссар республики Сергей Погодин. В сборном пункте был день открытых дверей. Напомним, призывная кампания идет до 15 июля. Уже сегодня на службу отправились 59 призывников в Новосибирск, Мурманск, Кантемировку и Минеральные воды. На сегодняшний день уже отправлено 156 человек. То есть мы начинаем. Приоритеты прежние. В первую очередь, ребята с высшим и среднеспециальным образованием, подготовленные по военно-учебным специальностям. К проводам готовятся и родители татарстанских школьников. Уже 1 июня открываются первые оздоровительные загородные лагеря. В этом году на кампанию в Казани выделили более 200 миллионов рублей. Отдохнут почти 30 тысяч детишек. Как обновляются постройки 60-х, поинтересовался Салават Мухаммадулин. Вот в рамках текущего ремонта проходит полная реконструкция спального корпуса. А вот это как раз корпуса 60-х годов. Здесь будет ремонт последующим. Эту дверь, возможно, открывали еще родители сегодняшних школьников. На стенах кот Леопольд. Комнаты словно с картинок Яралаша. Это старые корпуса, но в новом за миллион рублей. Отличий практически не будет, утверждает руководство. Мы приняли решение принципиальных отличий не делать, чтобы не было так, что несколько детей живут в старых домиках, а 16 детей, допустим, заселились в новые домики. Потому что детям нравится, дети привыкли. Из года в год практически одни и те же. Вместо будильника детей здесь будет петух, а на завтрак счастливчиков ждут свежие яйца. Досуг во время отдыха с пользой. Учиться следить за домашними животными школьники в Гагаре не будут с помощью этих милых козлят. Трогательный зоопарк, футбольное поле, пейнтбольная площадка. Такие фишки есть практически в каждом лагере. Но возраст от этого у лагерей не отнимешь. Обновления они пока проходят лишь частично. Казань в этом особенно нуждается, потому что многим из них и больше полувека, и десятилетиями ремонта не делались. Здоровье наших детей в летнюю смену, безопасность. Самые важные вопросы, к которым я прошу самым серьезным образом подойти. Так в этом году во всех казанских детских лагерях появятся камеры видеонаблюдения. В течение года в соответствии с нормативом и объемом услуг в детских лагерях, в том числе пришкольных, отдохнут порядка 40 тысяч казанских школьников. А в Набережных Челнах в лагерях этим летом отдохнут чуть больше 18 тысяч школьников. С 18 мая идет приемка загородных оздоровительных лагерей. Комиссия работает, все те требования общеизвестные. Начиная от выполнения всех требований, касающихся питания. За путевку в муниципальный лагерь родителям придется выложить примерно 4 тысячи рублей. Это треть стоимости. Слава Тухмадуллин, Марацет Гараев, ТНВ, Казань, Набережная Челная. Разорвали на клочья в деревне Малое Шигалево Пестричинского района. Разрезали на куски информационный плакат о строительстве мечети. Инициаторы стройки заметили, хулиганы прошлись ножом и по имени пророка. Инцидент удивил и жителей, и главу поселения. Такого здесь еще не было. Кому помешал плакат «Священный месяц Рамадан» на месте побывала Альбина Менебаева. Порезаны, все порезаны, вот куски, видишь, тут и ножом. Информационный баннер о строительстве мечети теперь напоминает кусочки пасла. На участке в Малом Шигалеево плакат не провисел даже сутки. Ну, в душе ни новости не можем сказать. У нас такого нет, мусульман, ни новости нет. Просто подумали, Аллах им накажет за это. Аллах все видит. По имени пророка Мухаммеда буквально прошлись ножом. На этом участке должны возвести мечеть. Для привлечения спонсоров и разместили баннер. Сначала хотели повесить его на деревья, но решили, будет незаметно. Установили посредине участка. Длина железного столба 2 метра, еще полтора деревянной балки. Всей конструкции примерно 3,5 метра. Для того, чтобы забраться на такую высоту, возможно, понадобилась лестница. Почему нужно было испортить этот плакат? Инициаторы строительства мечети недоумевают. Ощущение, сколько было удивления. Такого мы представить здесь, в Татарстане, даже не могли. Мечеть рассчитана на жителей деревни Малое Шигалеево и поселка Царево. Документы на землю в процессе оформления. Если бы был кто-то против, он спокойно мог позвонить, сказать, выразить свое недовольство, но не заниматься порчей имущества. Нет таких людей, которые могли бы так испортить, но мало. По версии главы поселения, в инциденте нет религиозного подтекста. Такое, чтобы на это место, чтобы кто-то претендовал. Нету такого. Вот, например, в Таром Шигалееве построили часовню, в Таром Шигалееве построили мечеть. Никакой даже глость никто не тронет. Инициаторы строительства мечети об инциденте заявили в полицию. Сейчас собраны материалы для проверки. На место происшествия был направлен участковый полномоченный полиции. Отсутствующая часть ваннера была обнаружена неподалеку во враге. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данные правонарушения. И уже после будет принято процессуальное решение. Альбина Винебаева, Марат Зайдулин, ТНВ, Пестричинский район. Здесь понадобилась помощь. На Альметьевских прудах лебедь проглотил рыболовный крючок. Вместе с леской была крылую, а обессиленную птицу заметили отдыхающие и сразу вызвали помощь. А дальше, как в кино, рентген, операция и реабилитация. История спасения в материале Айгуль Бодрудиновой. Только на прошлой неделе их было двое, пока с одним не приключилась беда. Черный лебедь проглотил рыболовный крючок. Леску, торчащую из клюва, заметили бдительные отдыхающие. Видели, подсказали, позвонили, позвали спасителей. Ну, это же наша красота. Тяжело, если такое красивое животное, такая красивая птица исчезнет. Тут же сообщили экологам-активистам. Обессиленного лебедя выловили с помощью лодки и доставили к ветеринарам. Вот рентген-рисунок, на котором видно инородное тело в гортани птицы. Ветеринар Гульнур Сафина за свою 26-летнюю практику такое видит впервые. Вялый был, вялый. Его можно было хоть как крутить. Мы его спокойно даже не фиксировали. Никакого наркоза, без наркоза все обошлось. Он обрадовался, потом поднесли ему ведро с водой, он окунулся. Весной и летом у Белокрылых достаточно богатый рацион. Вон в озере они питаются водорослями, насекомыми, мелкой рыбой. Люди часто подкармливают их хлебом. Однако зачастую на берегу можно встретить вот такие вот совсем несъедобные предметы, которые лебедь может запросто проглотить. Как можно оставить рыболовный крючок на берегу, удивляются и казанские рыбаки. Такие вещи вообще, вещи субу иногда нельзя оставлять. Все уборку надо делать после себя. Ну вообще это, конечно, зависит от воспитания. Это все от самого человека. Сам должен подумать. Поступок неравнодушных альметьевцев уже облетел весь интернет. Сейчас лебедь под особым присмотром. Ну не особое питание, то есть не твердые кормы, а жуткие, гелеобразное питание. Надеемся, если все будет благополучно, наверное, уже на эти выходные и выпустят обратно на каскад. Тогда на пруду пара лебедей вновь воссоединится. Айгуль Бодрудинова, Данил Филатов, Уотгайсин, Булат Шафигулин, ТНВ, Альметьевск. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Экономичнее и экологичнее. Что выбрасывает? Если опять флору пенилы, то да. Какие проекты российские ученые предложили Татарстану на заседании Совета Татнефтехим Инвест Холдинга? Узнал Рамиль Шайдолин. Он выйдет на арену вместе с чемпионами. Я 6 июля поеду в Казань и одену эту футболку. Кто выйдет на поле футболистов Мундиале, расскажет Светлана Звонарева. Экологичнее и технологичнее готовится стать татарстанская нефтехимия. Российские компании подготовили 4 новаторских предложения для Татнефтехим Инвест Холдинга. Среди них выслушал Рустам Мениханов. Каким идеям дали зеленый свет, а над какими подумывают? Рамиль Шайдулин. От бензина к электроэнергии, от газа к водороду. Таким рисуют будущие татарстанские нефтехимики. Ожидается падение спроса на топливо, зато увеличение на сырье. Основу композитов для нового федерального проекта. В совместности с Русатмом Татарстан примет участие в создании межрегионального промышленного кластера композита без границ. Год выдался богатым на исследования. Татнефтехим Инвест Холдинг рассмотрел сотни инновационных идей. 3D-печать, биосырье и даже бактерии для новых экологичных проектов. Ученые из Петербурга предложили наладить в Татарстане производство аминов, особых химических компонентов. Эти же компоненты могут помочь и с мусором, пока экспериментально ученые создали подобие мини-мусорозавода, актуального для маленьких городов. Проектом заинтересовались и в Татарстане. Топеролис, но он в особых условиях. И пока на сегодня результат очень обнадеживает, потому что... Есть установка такая. Вот макет, макет у нас уже есть. А это предложение от резидентов Сколково уже успели опробовать. Проект очистки труднодоступных труб, узлов, вентилей от мазута, накипи и ржавчины. Специальные компоненты забиваются в поры металла и микровзрывами очищают его до блеска. Прошу обратить внимание, что реакция происходит именно в том месте, где находится образец с отложениями, а не во всем заполненном сосуде. Проект опробовали на Танека, но с массовым пуском на производство пока повременят. Сначала все за и против. Подземные охлаждения и ноу-хау в энергосбережении. Ряд новых предложенных холдингу проектов рассмотрят на предстоящем нефтегазохимическом форуме. Сейчас решается, где он пройдет. В столице или Иннополисе. Рамин Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Рустам Мениханов поздравил татарстанцев с днем официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Президент отметил, что именно великая истина позволила татарам, пройдя все испытания, сохранить свое единство, веру, язык и культуру. Отрадно, что неприходящие религиозные ценности находят живой отклик в сердцах современного поколения татарстанцев, добавил Рустам Мениханов. Фарид Мухаммедшин сегодня в Москве. Здесь он участвовал во Всероссийской конференции направлений 2026 партии «Единая Россия». Рассмотрели задачи, поставленные президентом в майских указах. По итогам принята резолюция. Фарид Мухаммедшин внес свои предложения. Они касаются модернизации сельского хозяйства. Также он обратил внимание на отсутствие в документе разделов, связанных с развитием культуры, духовности, поддержкой многоязычия и многонационального развития. Болеет за язык количество обращений от различных национальных образований страны в правительственные инстанции по поводу отмены обязательного изучения государственных национальных языков перевалило за 40. Сегодня в Москве участники «Круглого стола» из разных республик, краев и областей вновь вернулись к обсуждению резонансного законопроекта, предлагающего факультативный статус нацязыков. К чему дискуссия привела, расскажет Дина Газалиева. В переводе с удмуртского это значит «давайте защитим наши родные языки вместе». Артем Малых, один из участников сегодняшнего «Круглого стола», прошедшего в центре Москвы, главной темой которого стали родные языки, их сохранение и изучение. В Удмуртии, по мнению молодежного активиста, по этому вопросу нечем похвастаться. В Удмуртии, по сути, удмуртский язык изучается только в сельских школах, в основном, в местах наиболее концентрированного проживания удмуртов. География участников дискуссии самая обширная. Иван Шамаев приехал из Якутии специально, чтобы рассказать экспертам, коллегам и всем неравнодушным, как на его родине обстоят дела с изучением национального языка. Мы, в отличие от татар, Татарстана и Пашкортостана, как бы раньше отступили от смысла государственности. Новый резонансный законопроект под номером 438 863, который предполагает факультативное изучение родных языков, возмущает всех гостей встречи. А потому звучит предложение организовать новое российско-общественное движение против рассмотрения, тем более, его принятия Государственной Думой. Движение защитников Российской Конституции. Здесь все. Но это на самом деле так. Нам уже тут пытаются, еще мы не собрались, нам пытаются вешать какие-то яблоки. Тем не менее, это люди, которые пришли защищать главный закон Российской Федерации. Ее федеративное устройство. За короткий период, и эти цифры также звучали сегодня, различные национальные организации страны обратились в правительство более чем 40 раз, с требованием не хоронить национальные языки народов России. Например, в Дагестане печальная тенденция налицо. Минимум на 50% уменьшилось время выделения на обучение родным языкам. Сегодня же прозвучало предложение подключить к движению за национальные языки родительские комитеты на местах. Сегодня по итогам трехчасовой бурной дискуссии участники круглого стола приняли единую резолюцию. Представители Тувы, Калмыкии, Дагестана, Башкирии, Татарстана и других национальных республик настаивают, что национальные языки требуют особого уважения. И требуют от правительства страны и Министерства просвещения не ломать, а поддержать систему изучения государственных национальных языков. Дина Газалива, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Одни из лучших специалистов республики современное оборудование из Германии, Японии и США. Сегодня в Казани открылась частная офтальмологическая клиника КОРТ. Показываем, рассказываем, что происходит не на пальцах, а на экране. Сегодня все показывают и рассказывают министру здравоохранения республики. Марат Задыков приехал лично увидеть новую офтальмологическую клинику КОРТ. Современное оборудование, возможность онлайн-консультации и профессионалы в офтальмологии, косметологии и пластической хирургии. Все это позволит проводить в стенах клиники до 60 операций в день. Я очень рад, что такие клиники появляются в нашей республике. Очень серьезный подход. Мы тоже бывали во многих клиниках, не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Я думаю, данная клиника является одной из лучших. Не только успешно проведут операцию, но и реабилитируют. Клиника КОРТ – единственная частная в республике, где можно пройти круглосуточное стационарное лечение. В некоторых случаях это требуется, особенно когда человек приехал издалека, либо операция была достаточно сложной и требуется побыть в больнице по присмотрам врачей. И такая возможность у нас есть. На сегодняшний день в республике из частных клиник в области офтальмологии мы единственные, кто имеет стационарные условия. Клиника КОРТ уже открыла двери для всех пациентов. А в дальнейшем здесь будут обучать врачей-офтальмологов со всей России. Он войдет в историю мирового футбола. Восьмилетний Ильнас Смирнов из Нижнекамска уже через месяц будет выводить лучших футболистов планеты на газон Казань-Арены. В это он еще, кажется, не поверил. Но такой чести он удостоен за храбрость. Впрочем, обо всем по порядку. Светлана Звонарева. И вот там звал на помощь, да? В тот день Ильнас вспоминает, как страшный сон. Пожар на балконе начался внезапно. Мальчик был дома один, квартира на замке. Увидев пламя, Ильнас не растерялся, закрыл дверь балкона, вышел в другую комнату и с форточки начал звать на помощь. Соседи позвонили родителям. К их приходу огнем были охвачены две комнаты. А мальчик все это время дышал через форточку. Нам повезло, что они, как раз соседи, собрались в Казань ехать и ждали машину возле подъезда. Они увидели Ильназа, позвонили нам и сразу приехали. За героизм Ильназа наградили почетными грамотами, дали звание юный спасатель, подарили фотоаппарат. В Москве семью пригласили на футбольный матч, но главный подарок впереди. Я 6 июля поеду в Казань и одену эту футболку. Я футболистами выйду на поле. Традиция выходить футболистом на поле перед матчем за руку с детьми появилась в Европе в 90-е годы прошлого века. С тех пор десятки тысяч мальчишек и девчонок во всем мире стали участниками мундиалей. В их числе и татарстанцы. На прошедшем в прошлом году Кубке Конфедерации выводили за руку легендарного Роналду Рифат Ганеев и Полина Хайреддинова. Теперь звездный час пробьет и для Ильназа Смирнова. Для одноклассников он пример для подражания. Мы с Ильназом любим играть в футбол. Я стою на воротах, а Ильназ нападающий. Мы годимся Ильназом и всегда показываем его пример как пример другим. Скоро летние каникулы. Ильназ уверен, что они запомнятся ему на всю жизнь. Ведь он вместе со звездами мирового футбола выйдет на стадион. Светлана Завнарева, Ильша Таюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережная Челны. Иностранные делегации журналистов и других гостей в дни мундиаля только в Казани ежедневно будут возить около 200 автобусов. Обновили автопарк. Обучили водителей и закупили новую форму. Условия трансфера оценила Лейсан Сабирова. Снова в путь. Но пока по привычному маршруту. Еще пару недель Сергей Пателеев будет работать в режиме чемпионата. На доме три километра универсиады, водного мундиаля, олимпиады в Сочи и Кубка конфедерации. Перед футбольным мундиалем все знания обновили. Переподготовку мы прошли. Антитеррористическая подготовка. Плюс безопасность дорожного движения. Плюс все прошли медицинскую комиссию. Все, что положено, мы все процедуры все прошли. 300 водителей этой компании прошли аккредитацию. Для них закупили и новую одежду. Предприятие в круглогодичном режиме готово у нас как техника, так и территория. Что касается водительского состава, в основном у нас процент на 90. Это тот водительский состав, который не один год уже у нас работает. В пределах 25% водители со знанием английского языка. В дни чемпионата только в Казани из этого парка будут выезжать около 160 автобусов и мини-вэнов. Они же обслуживают мундиаль в Екатеринбурге и Самаре. В целом около 500 единиц техники. Вот привезли новые мини-вэны. Недавно закупили 20 автобусов. Можно выбрать любой отдельный автобус. Местонахождение, скорость. Каждый автобус под наблюдением ГЛОНАСС. Зеленый едет, серый стоит, красный превысил скорость, а то и чрезвычайная ситуация. Автобус оборудованный тревожной кнопкой, которая подает определенный сигнал в экстренных ситуациях, который отображается даже на экране. А насколько оперативно реагирует служба? Служба реагирует моментально, потому что подача информации каждые 30 секунд. Здесь надеются, что она все-таки не понадобится. Всегда проводили все на должном уровне. Я думаю, чемпионат мира это не исключение. Лисан Сабирова, Марат Сытгораев, ТНВ, Лаишевский район. Юные любители футбола стали победителями программы на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 вместе с Макдональдс. Среди счастливчиков дети из малообеспеченных семей детских домов, а также ребята из дома Роналда Макдоналда в Казани. Знают всех голкиперов, не пропускают ни одного матча. Эти озорные ребята, настоящие фанаты футбола, еще вчера не видели звезд спорта с экранов телевизора. А уже меньше, чем через месяц выведут футболистов на поле. Больше 120 юных любителей футбола из Татарстана стали победителями программы на чемпионат мира по футболу 2018 вместе с Макдональдс. Мы начали эту программу в 2002 году. И вот в этом году 1408 детей из 46 стран примут участие в этой программе. Игроков на поле будут сопровождать и дети с ограниченными возможностями. Девять из них – маленькие постояльцы казанской семейной гостиницы при ДРКБ дома Рональда Макдональда. Рукопожатие за биваки и Рональда памятный сертификат и футбольный мяч. С этого дня ребята точно начнут считать дни до начала чемпионата. Очеред несколько лет. Быть может, тот из них уже в статусе футбольной звезды выйдет на поле за руку с ребенком из следующего поколения юных спортсменов. Алина Бережна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Не к чемпионату будет сказано. Названы российские города самыми матерящимися жителями. В России провели соцопрос. Как часто вы ругаетесь матом? Какие слова вы слышите чаще всего? Тридцатку рейтинга возглавили Пермь, Воронеж, Иваново. Казань оказалась городом культурным и замкнули рейтинг. Наши корреспонденты сегодня спросили казанцев, как часто они слышат нецензурную брань. Сейчас ходим, не слышим сегодня ничего. Ну, бывает, наверное, потому что от ситуации зависит. Мы большую часть времени проводим в парках, но не так часто я слышу, к счастью. Бывает на детских площадках, когда подростки спираются. Какие они слова основные? Я бы повторила, но не буду повторять. На букву Б, наверное, самое распространенное. С, Ш и Б. Ну, ***. Очень часто. Потом. ***. Говорят, по-моему, каждый второй говорит. О великом писателе как минимум на десяти языках. В эти минуты на самом популярном месте студентов кафе У на сковородке читают произведения Льва Толстого. Флешмоб организовали в рамках проекта «Про наука». На месте сейчас находится Альбина Минибаева. Альбина, добрый вечер. На каком языке лучше звучит Толстой? Да, Алексей, приветствую тебя. Не повторим. Лев Николаевич, конечно же, только на великом и могучем. Но сегодня читают его здесь на арабском, татарском, английском, французском, немецком. И это даже не половина тех языков, на которых сегодня прочитают произведения Льва Николаевича Толстого. Хочу, чтобы ты, оператор, показал, сколько всего вообще студентов собралось. Прочитают произведения «Войны и мир», конечно же, Анны Каренины, Виктория из Колумбии, если не ошибаюсь. Да, здравствуйте. Сколько раз вы прочитали Анну Каренину? Мне уже подсказали, что вы произведения неоднократно читали. Да, три раза на испанском, а сейчас я попытаюсь на русском тоже прочитать, но одновременно с испанским. Почему Анна Каренина? Мне понравилось, потому что, ну, в основном атмосфера, которая была в этой книге, и сам образ Анны Каренины. Еще хочу показать, что здесь представлено несколько книг непосредственно Льва Николаевича Толстого и на иностранных языках. И можно найти вот такие вот интересные экземпляры. Это «Три медведя» Льва Николаевича на немецком языке. Кстати, говорят, что очень сложно найти подобные книги. Почему? Ну да, подобную книгу действительно очень сложно найти. Достаточно посмотреть на год издания, 1938-й. Или, например... Это сколько лет получаются книжки-то? 30, почти 100 лет. Боже мой! Сколько искали эту книгу? Эта книга есть в библиотеке, то есть это нужно прийти и посмотреть в фондах библиотеки, в каталоге. В библиотеке имени Лобачевского, потому что там действительно есть, на самом деле, уникальные старинные книги. Есть, например, «Война и мир» 1911 года издание. Тоже оно у нас есть сегодня. Ну, Алексей, я скажу, что наверняка на чтение Толстого ты уже сегодня не успеешь, потому что они завершатся в 9 часов вечера. Зато успеешь еще на ночь открытия, они продлятся до глубокой ночи. Это специальный проект Казанского федерального университета. Алексей, на этом у меня все. Спасибо, Альбина. Будем следить. Сейчас прогноз погоды, после чего вызов 112. Увидимся с вами в 21.30 на ТНВ. До встречи. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии «Алмазгофиатов». На автодороме «Казанринг» завершилась заключительная гонка второго этапа Кубка России в классе «Миджит-Л2». На протяжении двух дней лучшие гонщики страны выявили сильнейших в своих классах. В дебютный день состоялся первый подиум самого молодого гонщика Данила Иванова. И долгожданная призовая позиция в зачете «Про» у Константина Гукаева. Абсолютным лидером стал Дмитрий Гвазава. На второй ступень подиума поднялся Никита Худов. Свой высокий класс подтвердил и Михаил Макаровский, который, несмотря на неприятный контакт с Дмитрием Угрюмовым, во время гонки сумел взять бронзу. Столкновений во время гонок было достаточно. Особенно серьезно автомобили пострадали на прошлой неделе. В зачете «Семи-про» призерами стали Никита Худов, Данила Иванов и Дмитрий Угрюмов. Я доволен всегда, когда вижу финишный флаг. А на каком месте ты завершил гонку, ну это уже зависит от везения, от того, что ты умеешь, как получилось, как ты сориентировался. Татарстанцы завоевали 13 медалей 17-го чемпионата Европы по ушу. В этом году на главный турнир Европы съехались более 700 сильнейших спортсменов из 31 страны мира. Турнир проходил в Москве в универсальном зале «Дружба» в Лужниках. На первую строчку смогли подняться сразу несколько представителей Татарстана. Игорь Мороз выиграл золото в виде программы «Без оружия среди мужчин». Идаля Гафарова получила два золота среди девушек. Камила Имангулов и Александр Емельяненко стали чемпионами среди юниоров. Также медали в копилку нашей команды принесли Илья Скуснудинов и Никита Титов. И в завершение новости дюдо. Спортсмен сборной команды Татарстана и России Владислав Тормаков завоевал серебряную медаль Кубка Европы. Чемпионат проходил в Польше, в городе Бельска-Бяло. Это уже третья награда Влада на международных стартах в этом сезоне. Буквально месяц назад такой же результат он показал на Кубке в Чехии, а до этого в Италии. Сейчас Тормаков будет готовиться выступить на предстоящем первенстве Европы, которое состоится уже через месяц в Боснии и Герцеговине. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте сгазать в мае со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В Республике немного похолодало, но во вторник вновь ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Республики будет ясно до плюс 23. На северо-востоке еще теплее, плюс 24 и без осадков. На севере Татарстана ожидается ясная погода. Там будет до плюс 25. На северо-западе солнечно, сухо и плюс 24. На юго-западе Республики ожидается ясная погода. Там температура воздуха составит плюс 23 градуса. В центре Татарстана ясно, без осадков, плюс 24. В последующие сутки солнечная и теплая погода в Республике сохранится. Спонсор выпуска ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производят продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов. Клиника «Доктор Осна» Ямашева, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани ожидается ясная погода без осадков и до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин